ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Titanfall — это абсолютно новое слово в жанре сетевых шутеров, игра, которая еще на этапе бета-тестирования западная пресса прозвала «Your Next Gaming Obsession», то есть следующая игра, которая сделает вас одержимым. Практически сразу с релизом Titanfall взлетел на первой строчке в чартах. В Британии на 96% выросли продажи Xbox One, а это, напомню, когда Microsoft увидели, насколько крутой делают игру респаун на Electronic Arts, они заплатили очень много денег, чтобы Titanfall стал эксклюзивом, хотя бы временным для Xbox One. Причем на 70% продажи Xbox One приходится именно бандл с Titanfall. В общем, можно говорить с уверенностью, что в наших глазах созревает новый, ну, если не король, то очень сильный-сильный сетевой шутер, которому понадобится, возможно, несколько итераций, да, чтобы там сравняться и побить Call of Duty. Ну, уже очевидно, что это серьезный игрок на рынке и уж точно великолепная игра, которая лично меня уже лишила сна на долгие и долгие часы. Кто смотрел мое превью, мы уже тогда были в восторге. За два дня беты я наиграл 20 часов, при этом у нас был, кнажды, марафон просто 12 часов нон-стопом. Такое вот в последний раз было только с Modern Warfare 2 и когда вышел Battlefield 3. Мы столько играли в сетевые шутеры. Titanfall действительно ощущается как нечто новое. Это игра, в которой сочетается привычный шутер а-ля Call of Duty с беготнёю по стенам, гвокружительными прыжками и гигантскими боевыми роботами. Это игра безупречной динамики, в которой практически нет никаких стоп-моментов, в которой адреналин просто хлещет с экрана. В эту игру вообще нельзя играть на ночь. Вот мы каждый вечер играем, а потом только все сидят в скайпе и пишут, господи, я не могу заснуть, что ты же столько адреналина. Ну и как кто-то очень метко подметил у меня в блоге, что тут даже ролики монтировать по этой игре не нужно, достаточно хорошо играть, и вот оно зрелище. Это действительно абсолютно новое слово в жанре, в каком-то смысле это даже шаг вперёд относительно того, что было сделано. Я уже говорил, что это не просто там, да, Call of Duty с роботами. Игры две действительно очень похожи, это понятно. Разработчики оригинального Modern Warfare и Modern Warfare 2, они вот и сделали Titanfall, и в рамках вот концепции их сетевого шутера это действительно шаг вперёд, потому что они избавили игру от раздражителей, они сделали абсолютно какую-то бешеную динамику, полную адреналина, при этом игру со смыслом, с тактикой, а не просто хаос какой-то, да, где всё решает скил. Все бездетские прыгайте, повторяю! Ну и, в общем-то, по сути, если разобраться, Respawn сделали очень-очень сложную вещь. Они изобрели, да, новый вид мультиплеера. Каждый шутер, да, который добивается успеха в мультиплеере, это, по сути, отдельный жанр мультиплеера, да, сетевого. Но именно поэтому люди до сих пор играют в КС, потому что им ничего другое, да, не нравится. Есть люди, которые до сих пор играют в Quake, ну а за основное внимание масса сражаются Call of Duty и Battlefield. И, опять же, сколько бы их ни сравнивали, это очень-очень разные игры. И как бы Electronic Arts не старалась противопоставить Battlefield в Call of Duty, а всё равно до конца это не получается. Потому что у Battlefield другая динамика, другой смысл, ну и вообще, в целом, другая игра. И здесь как раз вот Titanfall приходит на помощь, что называется. Именно эта игра, она способна уничтожить Call of Duty, потому что она апеллирует вот примерно к тем же игрокам, которые играют в колоду, которым нравится её динамика, но при этом она выводит всё на абсолютно новый уровень, убирает вообще из геймплея все раздражители, которые только могут. И если разобраться, Respawn вообще делает это невозможное. С одной стороны, если посмотреть на Titanfall, это такой Call of Duty 3.0. Однако, если какой-нибудь там более старый геймер смотрит на геймплей игры, он там сразу узнаёт игры бывых лет, да, там Quake, Unreal, Thor, именно то, что когда-то было на Милу, да, и сердце, и душе. И в этом, мне кажется, офигенное достижение Respawn. И те, кто когда-то играл, да, в сетевые шутеры, и вот это новое поколение, привыкшее к Call of Duty, они в Titanfall найдут вот своё любимое. Не говоря о том, что это безумно сложная задача свести в одной игре, да, вот милитарий шутер современный, беготню по стенам фантастическую, да, с фантастическим паркуром, джабджетами, и гигантских боевых роботов. Вообще, очень забавно начиналась эта история. Давным-давно, в начале 2000-х, те люди, которые сейчас работают в Respawn, они делали для Electronic Arts PC-версию Middle of Honor. Тогда это была очень популярная серия на консолях, и Electronic Arts хотели перенести её на PC, и подобрали команду, и команда сделала такое, что навсегда изменила жанр шутеров. То есть все помнят высадку в Нормандии, безумно крутой экшен, снайперские дуэли во французских городах. Ну, то есть всё вот это киношное, что в конце концов сейчас вытесняет уже во многом геймплей. В итоге Electronic Arts как-то нехорошо с ними поступили, в общем, они поссорились, и ребята ушли в Activision, и буквально там за год сделали абсолютный клоун, вообще один-в-один, Middle of Honor, который назывался Call of Duty, ну, и стал, естественно, огромным хитом. Вторая часть была ещё более крутая, после чего, в общем-то, они, если сказать, всё, хватит, не будем больше делать игры по Второй мировой, и мы хотим современный сеттинг. Издатель в это всё не верил, создал другую команду, чтобы она продолжала делать игры по Второй мировой войне, но что дальше, я думаю, большинство знает. Call of Duty Modern Warfare стал переворотом в жанре шутеров, как бы мы сейчас не относились к Call of Duty, да, по-разному. Ко второй части Modern Warfare вообще стала ключевым франчайзом в индустрии, побила все возможные и невозможные рекорды, и что же там говорить, врезалась прочно в память, как благодаря синглу, так и мультиплееру. Если в первом Modern Warfare, да, мультиплеер был уже хороший, то вот во втором, наверное, они достигли такого эталона на годы вперёд, который не смогли превзойти даже разработчики последующих Call of Duty. Ну-ка раз на этапе Modern Warfare 2 Infinity Ward поссорились уже с Activision, на Activision их заподозрили в чёрт-на-чём, ФБР там чуть ли не компьютеры из офисов выносила, Activision чуть ли не подавала в суд на ключевых людей. Неприятная история, и по иронии судьбы, в результате неё Вин Зампелло, да, и другие члены Infinity Ward ключевые, они оказались под крылом у Electronic Arts и стали делать Titanfall. Причём явно на более выгодных условиях для себя. Titanfall — это игра, в первую очередь, Respawn Entertainment. Electronic Arts здесь выступает исключительно издатель, такой, то есть такой, стоит сбоку и не возражает против этой роли абсолютно. Но, с их стороны, было бы глупо возражать, потому что к ним пришли, в общем, не простые люди, а люди, которые одни из немногих в нашей индустрии, понимают, как делать сетевой шутер и как двигать этот жанр вперёд. Что они, в общем-то, и сделали в Titanfall. По сути, по уровню, да, свежести эмоций, свежести впечатлений, Titanfall — как первый Modern Warfare. Примерно те же выпеченные глаза, полная потеря сна и бесконечные забеги с друзьями. А-а-а, я набрал флаг прямо с базы, с их. Блядь, на мне сидит пидорас, пацаны. Блядь, ладно, я сам. Да не сидит уже, что-то убежал. Отлично. Есть, правда, одно важное отличие — насладиться крутейшей синглом кампании, да, как в случае с Modern Warfare или Modern Warfare 2 не получится. Titanfall — это исключительно сетевая игра, здесь по-прежнему есть режим кампании, но лучше бы они его так не называли, потому что это просто девять карт из мультиплеера, к которым прикручен такой почти что моноспектакль, в котором есть там несколько героев, которые в русской версии еще практически одинаковыми голосами говорят. Эти герои, они просто зачитывают какой-то спич во время того, как все игроки готовятся к высадке, потом там следует небольшой скриптовый ролик в начале, парочка постановочных сцен, в которых там робот героически проламывает ворота на вражескую базу. После этого герой еще там пару раз появляется в эфире, говорят там на сложных щах, решают какие-то там свои проблемы, но в действительности ничего важного не происходит. Отделение Чарли все еще разбирается с клонистами. Ну так надо сказать этим ублюдцам, что у нас тут есть дела поважнее. Да, точно. Въехать в сюжет вообще невозможно, ну то есть его еще меньше, чем было в Call of Duty, но в Call of Duty хотя бы ты там его участником был, а тут ты не участник еще сюжета, он просто вот как аудиодневник, который вы подобрали там, да, в шутере, вот играет где-то на фоне, а вы просто носитесь, своими делами занимаетесь, при этом, конечно, при динамике Titanfall следить за всем происходящим просто не успеваешь, понимаешь, что делают герои, наверное, проходя кампанию только второй раз. Делать это надо, потому что один раз вы проходите 9 карт за одну сторону, потом те же самые 9 карт за другую. И делать это надо для того, чтобы открыть новые модели боевых роботов-титанов. В принципе, о том, что компания будет такая, я знал, это еще показывали на прошлом на E3, тогда я уже в блоге написал, что это какое-то странное решение, но я вот к нему был готов, понимаю, что очень многие не были, и поэтому определенный рейдж это вызвало. И, честно говоря, справедливый, потому что мне кажется, вот вселенная Titanfall, то, как проработаны в игре локации, карты, то, в общем, сколько там труда во все это вложено, вселенная Titanfall, она заслуживает полноценной кампании в духе Call of Duty с падающими небоскребами, кораблями, разлетающимися на части. А здесь это вроде как все и есть в таком мини-дозированном состоянии, но абсолютно не связано, хаотично, не срежиссировано, и поэтому, в общем, не впечатляет. Но, честно говоря, объем работы над бэкграундом игры, над каждым уровнем, над каждой картой, он такой, что, ну вот я уверен, будет либо какой-то сторонний продукт, мультик, там, фильм, комикс, или что-то такое, который будет использовать эту вселенную, потому что вселенная игры очень сильно проработана. Либо это задело на какой-то там DLC, вторую часть и так далее. В целом, конечно, обидно, что вся вот эта вселенная не получила вот с первого раза должного внимания, но, с другой стороны, забавно наблюдать, как респаун фактически плюет на собственные достижения. И о том, как повторяется история, да, потому что у нас, как бы, в 90-х сначала были только сюжетные шутеры, потом стал популярен мультиплеер, пошел там Quake, все забили делать сингл, стали напирать на сетевую составляющую, потом все вернулось обратно, вышел к Off-Duty, все. Вау, скрипты, взрывы, падающие небоскребы, танки, здорово. А теперь, по сути, происходит обратное. Мы такие, ха, нет. Сдолбал сингл скриптовый, главная мультиплеер, главная механика, а все остальное неважно. По сути, сейчас мы видим фактически смерть синглплеера в шутерах, ну или хотя бы там, да, разделение на шутеры сингловые и мультиплеерные. Сейчас, в принципе, есть шутерные проекты, где есть только сингл. А что касается механики, это абсолютно вот самый-самый сильный козырь Titanfall, потому что более вылизанной, отточенной динамики нет ни в одном сетевом шутере. Я там допускаю, что есть люди, для которых это слишком быстро, да, они не успевают на таких скоростях соображать. Это нормально. Ну, если мы смотрим объективно, это просто гениальная работа. Люди сидели и думали, как вообще избавить жанр шутеров, да, как вот сделать так, чтобы экшен не прекращался ни на секунду. Постоянно происходили какие-то события, ты на них постоянно реагировал, получал массу фана, визжал, орал от радости. Titanfall, он вот реально просто к тебе, так в мозг, подсоединяет такую огромную трубу с адреналином, начинает его туда качать под огромным давлением. Я сейчас не стану углубляться в описании этой механики, почему она настолько гениальная. Я посвятил целый сюжет этому, еще на этапе бета-версии, он есть на канале, если его вы не видели, обязательно посмотрите. Там я объясняю, как это было достигнуто. Это действительно работает, вот Titanfall, не побывающий, это слово, произведение искусства. В плане именно механики, сетевого шутера, это высший пилотаж. Поэтому подробности механики я опущу, они есть в сюжете. А сейчас в том, что появилось нового в игре по сравнению с бетой. Я уже говорил, что очень сложно вот эту механику сделать настолько играбельной, настолько вот сочетать эти несочетаемые вещи, больших роботов, беготню по стенам, там прыжки километровые и обычный шутер в милитаре. Тем не менее, у них это получилось и получилось фрестфантастически. И главное, это работает практически в каждом режиме игры, вообще в каждом. Берете вы там обычный Team Deathmatch, берете вы CTF, битвы на титанах, там захват точек. Каждый режим просто супер играбельный, очень сильно по геймплею отличается от других. И что самое интересное, нигде они не изменили свои концепции. Везде есть беготня на огромных скоростях, прыжки, беготня по стенам и титаны. Это не как в Battlefield, когда вы ставите там какой-нибудь режим и карта там сужается до мини-размеров, отрубается техника, да, и там какой-то там почти кастом пресет идет. Здесь всегда все правила абсолютно работают. Играете вы в CTF, там будут титаны. Я никогда не любил Capture the Flag, да, захват флага. Просто потому, что игра становится всегда практически очень однообразной. Ты там хватаешь флаг, тебя тут же убивают, его хватает еще один, его убивают, возвращают его на базу. А в Titanfall сценарий практически каждый раз разный. Во-первых, карты абсолютно гениально сделаны с кучей уровней, с кучей ходов. Ты там знаешь, что вот от флага он там побежит в трех направлениях, но как он побежит и по какому этажу ты предсказать не можешь. И это уже безумно круто. И не говоря о том, что при этом он может вызвать Титана, да, залезть в него и быстренько побежать к себе на базу. Ну, отлично. Он теперь на Титане, этот пидорас, который флагом нашим владеет. Нужно постоянно координироваться со своей командой, постоянно общаться, планировать действия. Двое заходят на точку, двое охраняют там подходы к зданиям, еще там двое отвлекают вражеских титанов. В общем, количество того, что может происходить, оно реально просто огромное. Так, а где вообще их хлад? Не наоборот. Дальше больше. Это первый сетевой шутер, где у меня нет любимых карт. Все карты, на которых я играл, мне нравились. Они гениальны, они очень разные. Они не просто отличаются какими-то декорациями. Они вообще все очень по-разному спланированы. Какие-то симметричные, какие-то абсолютно нет. Здесь есть как там затопленные джунгли с этими всеми ветхими строениями, так и совсем прямоугольные хай-тек базы, где совсем в лоб-моб все сходятся. И какие-то там занесенные песком базы. И разборки в городах, сражения во время землетрясений. Это, кстати, еще один момент. В Battlefield есть ливенейшн. В Titanfall нечто другое. здесь практически каждая карта, у нее есть какой-то бэкграунд. На одной происходит там землетрясение. На другой карте летают такие гигантские птеродактили, которые иногда вмешиваются в бой. На третьей карте там есть оборонительные турели, которые игроки могут хакать, да, и переключать на свою сторону. На каких-то картах, захватывая точки, ты там получаешь дополнительную поддержку в виде роботов. Ну и так далее. В общем, работа гениальная, каждая карта это как отдельное приключение. Более того, в DLC, они, возможно, введут более агрессивных представителей фауны, что вот на картах, да, будут появляться различные звери и другие противники, которые будут мешать игрокам. Явно разработчики придерживают коней, они не все сразу вываливают на игроков. Ну и может быть правильно, потому что иначе в голове был бы просто звон и дурдом. И так, в общем-то, он есть, потому что ты сначала, когда в игру попадаешь, ты говоришь, что вообще здесь происходит? Ну, потом потихонечку въезжаешь и начинаешь просто кайфовать. по сравнению с бетой, в финальной версии стало гораздо больше оружия, ну, точнее, не гораздо больше, а в два раза больше. То же самое сказали со скиллов, перков, да, и различных прибамбасов. Если кто не знает, Titanfall очень похож на Kung of Duty в этом плане, то есть тут кастомайз персонажей и Титана, он, в принципе, один в один с Modern Warfare. Есть даже похожие скиллы, и сразу надо приготовиться, что в Titanfall не будет такого, наверное, количества оружия и такого количества скиллов, как было в Modern Warfare 2, например. Но каждое оружие абсолютно уникально со своим характером, со своим тактическим применением полностью влияет на ваш стиль игры, то есть вы должны выбирать определенное оружие, подбирать определенные скиллы, и каждое выбранное оружие, да, и скиллы, они полностью меняют ваш стиль игры. И это намного, намного глубже, четче ощущается, чем это было в Modern Warfare 2, например. В Modern Warfare 2 ты там мог, по сути, собрать бегающий набор скиллов снайповый и еще какой-нибудь. А здесь ты как-то сильно больше думаешь, что ты возьмешь, как ты будешь это использовать. Ну и плюс, умножаешь это на 2 за счет титанов, потому что титан три вида, есть здоровый огар, супер бронированный, но при этом очень медленный и малоподвижный, он может только один раз стрейфиться. Есть наоборот там страйдер, суперлегкий мех, который может там три раза подряд на двигателях стрейфиться, суперспособность у него бесконечные скачки. Ну и атлас, этот титан стандартный, средний, который во всех роликах мелькает. В зависимости от того, какой вы титан выбираете, у вас полностью меняется геймплей на титанах. Абсолютно. И все там жалуются, что страйдер, как бы легкий, вообще бесполезный мех, его разбирают за секунды. При этом я видел, как вот буквально вчера был матч, где страйдер разбирал всю команду, пока, правда, я ему не попался. И повторюсь, невероятная титаническая работа, что все вот эти виды геймплеев, да, они умудрили завязать, друг друга сбалансировать и сделать играбельным. Есть титан, он легко может убить игрока, игрок может запрыгнуть на спину титану, легко убить титана. А если у тебя на титане стоят дымы электрические, ты можешь себя покосать, но зато убить пилота, который залез на тебя. Из вот таких мелочей, деталей, которые ты вот не сразу понимаешь, они нигде не описаны, ты вот по ходу игры узнаешь все больше. И она постоянно тебя удивляет. Более того, они даже умудрились многое в бете не показать. А, например, когда я начал в полную версию играть, появились новые анимации ударов у роботов, появились моменты, когда роботы бьют друг друга, там, одновременно ударяются кулаками, при этом там один отрывает руку другого, и этой рукой дает ему по чайнику. Вот из всех этих моментов мелких, да, случайных, которые происходят, их в бете, например, не было, как и не было моментов, привязанных к конкретным картам. И получается, что вроде мы в бету столько-столько играли, а когда полная игра вышла, и в ней вроде и нет компании, да, и казалось бы, вот тебе мультиплеер, тот же самый, а нет. Полная версия Titanfall удивила в два раз больше, чем в бета. на самом деле достаточно уникальный подход, не выпячивать все фишки игры, да, и рассказывать о них во всех пресс-релизах, как вот было в Battlefield, вот на этой карте такой Living Nation, на этой такой, смотрите, вот здесь у нас корабль выходит из берегов, авторы Titanfall они абсолютно от обратного пошли, они не рассказывали, не показывали толком ничего, зато, когда ты начинаешь в игру играть, тебя ждет масса приятных сюрпризов. Ну, еще есть один небольшой приятный момент для PC-игроков, потому что со времен беты PC-версия просто кардинально преобразилась, потому что, да, когда был шнобот бета-тестирования, мягко говоря, многих полезли глаза на лоб, версия для Xbox One, которая, да, в 720p идет, она выглядела намного-намного лучше, чем ПК, и стали уже даже говорить, что респаун Electronic Arts специально зарезали PC-версию, чтобы поднять в глазах версию для Xbox One, хотя никакой технической необходимости для этого, естественно, не было. Чего ты? Я иду совсем не важно, а время почти на исходе, соберите! В финальной версии все, наконец-таки, здорово, выглядит так же, как в Xbox, то есть намного лучше, чем в Google Play, что не может не радовать. Напомню, игра сделана на новой версии движка Source, да, пускай это не самый красивый движок, но, как знают все хардкорные игроки, это один из лучших движков именно для сетевых шутеров, именно в плане сетевого кода. в целом, про Titan Foam можно говорить очень-очень много, я до этого там 15 минут говорил, вот сейчас еще столько же эмоций, связанных с этой игрой, очень-очень много, и они абсолютно искренни, что, наверное, отличает ее от большинства последних шутеров, потому что все последние, да, в таком виде ты запускал и вот буквально заставлял себя искать отличия от предыдущих. Когда ты запускал Battlefield 4, конечно, там было очень много изменений, и ноги очень качественные, но все равно у тебя, да, есть ощущение, что, эй, это уже было, да, недавно. Titan Foam все-таки дает вот тот необходимый заряд свежих, положительных эмоций и искреннего восторга, которого так не хватало последние годы. В итоге, если там оценивать по современным меркам шутерного пакета, где есть синглплеер, мультиплеер, наверное, стоит понизить оценку Titan Foam до 8, потому что сингла в нем нету, фактически. С другой стороны, делать это, мне кажется, абсолютно беспомысленно, хотя многие журналисты так делают, потому что это все равно, что Quake вышел, третий, да, чисто мультиплеерный, и начать его мочить за то, что в нем нет сингла. Мне кажется, это странно. Ну, а в плане механики, в плане всего действия и эмоций, которые ты получаешь, это твердая десятка вне конкуренции. Мне вот теперь даже интересно, что на это смогут ответить Activision. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok